Приветствую вас на очередном уроке на обучающей платформе VivaStars. Этот урок решил записать для тех, для кого информация по сокращению защиты ссылки, о которой я рассказывал в ролике под номером 4, оказалась очень сложной. Кто не понял, как это делается, скорее всего это объясняется тем, что даже такое понятие как домен вам не совсем понятно. То есть уровень компьютерной грамотности у всех разный, ну а наша задача сделать уроки понятные и доступные для всех. В этом уроке дам два решения, связанных с защитой вашей ссылки. Конечно понимание, что ссылку нужно защищать, она придет тогда, когда вам забанят что-то, забанят переход по вашей ссылке, забанят страничку в вашей социальных сетях. Кстати, это абсолютно нормально и к этому нужно относиться спокойно. Так как все наши ссылки идут через один домен за КБВ, если хотя бы один из нас получит бан в своей ссылке, перестанет работать у всех. Вот только поэтому нашу ссылку нужно будет защищать в обязательном порядке. И сайт будет даваться только тем, кто понял и нашел для себя способ защиты этой ссылки. Итак, первый способ для тех, для кого услуга переадресации, покупка доменов оказалась слишком сложной. Что вы можете сделать? Вы можете создать вордовский документ, в котором ставить свою фотографию, рассказать немножко о себе, может быть чуть-чуть даже рассказать поподробнее о платформе. И в качестве контактов не вставлять свои контакты, а вставить просто свою ссылку на свой сайт. Вот разместить ее, сделать призыв, проходи, регистрируйся. И затем этот вордовский документ взять и сохранить в формате PDF. Ну то есть выполнить то, что я рассказывал в первом ролике. Вот такой способ сохранения ссылки позволит вам отправлять ссылку в личных сообщениях. Конечно, такой способ не даст вам возможность размещать информацию о нашей обучающей платформе в нормальном, привычном режиме, в удобном для людей, это в каких-то группах. А вот отправлять личное сообщение с вашим друзьям, знакомым, прикрепляя вот такого рода документ, вы прекрасно можете. И вам не потребуется разбираться с доменами, с услугами переадресации, не потребуется тратить деньги. Это тоже нормальный работающий вариант. Но есть еще один вариант, который я вам все-таки буду рекомендовать использовать, потому что все-таки нам нужно размещать ссылку, для того, чтобы люди не тратили время на открытие ваших документов, то есть чтобы регистрация была очень просто. Кликнул раз на ссылку, перешел на сайт, посмотрел ролик, зарегистрировался, и все стал частью вашей структуры. Ну, во всяком случае, на платформе VivaStars. Если вы внимательно смотрели ролик, то вы знаете, вам потребуется 100 рублей на оплату услуги переадресации и 150 рублей на покупку домена. Ну это как круглил. 250 рублей, плюс то время, которое потратите и вы, чтобы все это настроить и сделать. Что в результате вы получаете? Только 10 ссылок, причем 10 ссылок по незащищенному протоколу. То есть вот такой вот буковки S у вас не будет. Чтобы эта буковка S появилась, требуется установка сертификата. Он так и называется SSL сертификат. Такая ссылка является защищенной ссылкой. Некоторые социальные сети, например, те же самые одноклассники, они уже более 5 лет назад проверяют, какую ссылку вы размещаете. То есть если идет размещение ссылки без SSL сертификата, то такие ссылки уже 5 лет назад одноклассниками банились практически сразу. Вот за 250 рублей и потратив достаточно много времени для кого-то, вы получите всего лишь 10 ссылок и причем 10 незащищенных ссылок. Как же можно сделать по-другому? Я специально показываю вам контакты человека. Это мой хороший знакомый Влад Петров, то есть человек, который занимается средствами автоматизации. И один из шаблонов, который мы с ним разрабатывали, как раз и занимается защитой ссылок. Шаблон сам регистрирует домен, сам настраивает услугу переадресации, то есть делает это все достаточно быстро. Причем количество ссылок, которые вы можете получить после работы этого домена, но однозначно больше 10, то есть 20-30 ссылок Влад вам однозначно сделает. Все эти ссылки будут защищенные и более того, они будут защищены от роботов. То есть эти ссылки будут иметь еще дополнительную защиту от роботов в социальных сетях. Никакая услуга переадресации, которую вы делаете через сайты, о которых я вам показывал, такой защиты не дает. Это не просто SSL сертификат, это проверка, кто проходит по этой ссылке. Если проходит робот в социальной сети, который проверяет все, что вы размещаете в социальных сетях, специальная защита, которая встроена в эту ссылку, будет уводить этого робота и не давать ему блокировать ссылку. Потому что если робот пройдет по ссылке, которая реализует переадресацию, он это поймет, что адрес один, а уводится на другой. И такие ссылки тоже могут быть забанены. Причем вы еще никуда ее не кидали, никому не размещали, а такую ссылку или даже вместе с вашим профилем взяли и забанили. Вот такая дополнительная защита, она очень дорогого стоит и очень важна для социальных сетей. Вот такую защиту Влад вам может сделать. И все, что вам потребуется, это отправить Владу свою ссылку, например, такого плана ссылку вы отправили. Отправьте Владу рекомендации, как вы хотите, чтобы назывался ваш домен. Рекомендации по подбору домен на имени я вам разместил в нашем уроке. Сумма услуги будет 300 рублей. Вы всего лишь 50 рублей сэкономите, если будете это сами. Но в результате вы сэкономите время, получите в два раза как минимум больше ссылок. И однозначно эти ссылки будут более качественны. Они будут с SSL сертификатом и будут иметь защиту от ботов. Возможно, в дальнейшем мы сразу прикрутим к ним статистику. И я научу пользоваться этой статистикой, чтобы вы понимали по какой ссылке и сколько раз люди осуществляли в клик. Вот такой второй вариант, который вы можете использовать, если вам все, что я рассказывал о настройке услуги переадресации, о настройке сайтов, вам показалось очень сложным. Выбор за вами. Пожалуйста, делайте его и рекламируйте наш проект. По аналогичной схеме вы можете рекламировать свою реферальную ссылку. Можете рекламировать любой свой проект, защищая вот этими несложными способами, о которых я сказал, ссылку на ваш официальный сайт. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно пишите их в домашнем задании, связывайтесь с техподдержкой, звоните мне в WhatsApp, звоните мне в Skype. Если у меня зелененький статус Skype, сразу можете звонить, ничего не писать. Говорим 5 минут голосом, это 20 минут непонятной переписки. Благодарю вас. Успехов.